Я сегодня купался в море, купался на пляже Иерусалим, Иерусалим бич, Иерушалайм бич, Иерушалайм хофф, наверное, так правильно сказать, на еврите. Но я третий раз как бы за этот месяц купаюсь в море, поэтому море переоценено. Вообще очень сильно. Я понял, кстати, что в какой-то момент в моей жизни я перестал любить воду. Ну нет, воду я люблю, я люблю душ, а вот всякие бассейны, моря и так далее прям вообще не тянет почему-то. Не знаю, что произошло. Мне визуально только, мне больше визуально нравится. Вот море визуально, аху**. И вот это еще. Да. Нет, это красиво. Это очень приятно. Но вот это купание, я до сих пор в трусах песок, так что в общем, потому что я душ прилил, ну как бы. Согласен, согласен. Блин, люблю воду, капец, только дай где-нибудь покупаться. Но я, наверное, рассказывал, несколько лет назад я, короче, катался на велике. У нас тут рядом есть рыбхоз, так называемое руловное хозяйство, где, в общем, копают карьеры, песок увозят на стройки, а там разводят рыбу. И там народ купается, и я просто слез с велика, умылся и приехал домой, и у меня появился конъюнктивит. И это было года три назад, и с тех пор я только в этом году первый раз искупался в диком месте на пляже. Кто-нибудь плюнул тебе в глаз, скажи мне? Блин, ну нет. Это же от ячменя, это не от ячменя. Это не помогает, это разная вещь. Типа, да, я был в ужасе, у меня глаза — это больное место, и я был в ужасе от того, что он просто вытекает один, потом другой, блин. Таня ещё ходила вокруг, типа, да ты чё, это стандартная фигня, там у всех бывает, у тебя чё не было. Я такой, нет, боже, у меня вытекут глаза, а-а-а. Но я был на панике, это отпустило только в этом году. Насчёт вытекут глаза, я, во-первых, сейчас подумал, что, конечно, было бы гениально перейти к вдуванию дыма Ивануса, который будет чуть попозже на эту историю. Но не выйдет так срежиссировать. Про вытекающие глаза, значит, мы сейчас с женой обсуждаем, что, может быть, нам нужен мопс, потому что мы просто... Короче, у меня был в детстве мопс, и мопсы классные. И это, конечно, ужасно не приспособлено к жизни породы, но там есть некоторый прикол, я как бы... Она говорит, вот, мопсы, я хочу мопсов. И я, как бы, рассказываю, что такое мопсы, и, значит, одна из главных историй про мопсов, что у них очень странно устроен череп, ну, помимо того, что они дышат очень с трудом, им нужен кондиционер, у них ещё странно устроен череп, и у них могут... у них очень всё время травмируются глаза, потому что у них нет как бы носа, который защищает, там, типа, травы какой-то, которая, типа, просто можешь резать глаза по траву, вот. А ещё у них иногда выпадают глаза, то есть, типа, реально, я не шучу. Типа, такое может случиться. У тебя просто у собаки выпал глаз. Типа, ой, ничего себе. И что с ним делать? Ну, ничего, едешь в ветеринарку, вставляют. Вставляют? Ага. То есть, он прям, может быть, как бы это не часто происходит, это как бы, ну, не просто ты каждое утро просыпаешься и едешь в ветеринарку с глазом. Но, типа, это может происходить, и он на ниточке прям висит. И он при этом работает. Ну, да. То есть, в принципе, можно... Такой был мультик «А настоящие монстры» по Николодиу, но там был чувак Крам, который держал глаза в руках. Вот он всё время свой глаз мог куда-нибудь закатить, чтобы посмотреть, что там где-то в недоступном месте. Вот примерно так. Блин, хороший перк, да. Ох, котята. Ох, на истории, конечно, ребят, простите. Здрасте, это подкаст Хоба, в котором шестеро друзей, в данном случае трое, из них собираются и обсуждают разнообразные новости, которые произошли за неделю. В основном это, конечно, что-то связанное с IT, потому что изначально так происходило. Или, да, вот глаза мопсов, или всякие интересующие нас просто вещи. Вот. Мне кажется, в таком составе мы давно не собирались. Я дико по вам, пацаны, соскучился. Вообще месяц всех не видел. Жил в Армении. Там было хорошо. Фрукты и всё такое. Но гранатов, кстати, ещё не было. Для гранатов ещё не сезон. Гранаты растут на соседнем участке у моей тёти. И я такой, о, гранаты. Они такие, блин, они так воняют, когда падают где-то. Я думаю, вот у людей другая картина мира. Да, они действительно воняют, когда падают и гниют. Ребятки, подписывайтесь на наш бусте. На нашем бусте вы можете нас поддержать и в конце выпуска услышать своё имя. И сегодня, так как Аделя до сих пор нет, будет опять самое медленное зачитывание наших бустеанцев. Адель, между прочим, чилит в Греции, пьёт винишко и ест рыбмечей. Говорит, что рыбомеч больше похоже на говядину, чем на рыбу. А это типа тунца, видимо. Что-то такое. Ну да, что-то такое. Что-то плотное, более мясистое, чем обычное. Я очень люблю читать Марину Корсакову. Это такая женщина, которая занимается каким-то консалтингом, всяким бизнесовым. Я вот подписан на её Фейсбук, как и ещё 15 тысяч 99 человек. Она бизнес-консультант. Ну да, вроде как. Про всякие трансформации, про изменения. Вот, и она какие-то очень прикольные часто штуки пишет. И вот у неё постец очень маленький, и мне просто мысль эта как-то зацепила. Я про неё часто думаю, и в частности часто думаю в оптике контрстрайков, которые играют. Значит, она пишет следующее, что мерить скилл нужно в нижней точке. Нижняя точка скилла в стрессе — это и есть ваш скилл. То есть типа, и вы классный руководитель, настолько, насколько вы хороший руководитель в моменты очень трудного дня. Типа, когда вы на низине своего ресурса, и после каких-то факапов и всякого такого, и вы настолько хорошо руководите, насколько вы в этот момент можете нормально всё вырулить. Типа, если отвечаете на комментарии, и вы это делаете настолько корректно, насколько корректно вы это делаете злой и пьяный. Ну, условно. И это такая незасловатоя, в принципе, идея. И я часто думаю вот про это, ну, синусоиду некоторую, твоего ощущения драйва и в обратной стороне ощущения какого-то спада. И мне очень интересно с вами поговорить, как чувствуете ли вы у себя эти штуки. Это в работе иногда не очень чувствуется, потому что ты как бы, ну, работаешь и работаешь. Там, ну, типа, устал, пошёл, перестал работать и поработал на следующий день. А я очень резко это чувствую в Counter-Strike. Типа, там есть такая херня, что ты играешь, и бывают дни, когда ты прям пропираешься, а бывают дни, когда вообще ничего не можешь сделать. И это обычно реально по синусоиде. Типа, я смотрю на график изменения своей игры и прям вижу, как у меня, типа, подъём-подъём-подъём, спад-спад-спад-подъём. И как бы если у тебя постепенно вот эта нижняя точка, она выше и выше, то, значит, ты прогрессируешь. Но как бы главный мой вопрос, мне интересно, можно ли как-то так выровнять всё это, чтобы эта амплитуда была не такая резкая. Вот, не знаю, понятно, о чём я говорю, или не очень понятно? Вроде бы понятные лица. Да, и тут нативная интеграция. У меня, значит, вышел второй сезон подкаста про людей. В первом сезоне было 45 эпизодов. Я тут просто поменял хостинг, и на хостинге теперь можно сезонные создавать, поэтому, в общем, второй сезон подкаста про людей. И первый выпуск с Алексеем Нуком Козловским. Это такой чувак, который в 2002 году, 20 лет назад, ребята, играл в команде М19, которая поехала в Корею на World Cyber Game, и там выиграли, значит, в дисциплине Counter-Strike, сколько-то там, 40 тысяч долларов они выиграли. Вот это было... По тем временам это было прямо очень круто. Да, и по тем временам еще относительно того, что киберспорт вообще был на нуле, ну, в плане, что это очень небольшая была индустрика, даже не индустрия. Это, конечно, очень круто, и мы как раз с Лешей говорили в том числе вот об этой истории, что твоя задача как спортсмена, и все-таки я считаю, что киберспорт — это реально спорт, ну, типа, и он его называет в разговоре «Спорт больших достижений», в том, чтобы максимально стабильным быть, ну, как бы, независимо от того, там, с той ноги ты встал, а не с той, и вот это профессионализм. Что вы про это думаете? С вами как-то это резонирует, история с вот этими взлетными падениями или нет? В целом, да, ну, мне очень нравится, что я научился как-то определять в основном у всех моих спадов есть какие-то физиологические причины, типа, когда я понимаю, что работает с хреново, и ничего не идет, вот, да, я начинаю там ходиться по чек-листу, выспался ли я достаточно, поел, попил, там, есть ли какие-то вещи, которые меня тяготят, там, в личном плане, обычно вот в этом чек-листе что-то находится, и я как-то это исправляю и продолжаю. Или я просто думаю, а, ну, ладно, что-то всяко стерить, я вот не выспался, выспался возможности, нет, я завтра все отработаю, все будет нормально. И так я работаю над вравнием. Но в целом у меня не то чтобы большая амплитуда. Ну, кстати, да, повезло тебе. А у тебя, Ваня, большая? Она не то что большая, на самом деле можно поговорить в этом смысле про два контура. Есть, ну, какой-то личный контур, а есть то, что касается, ну, не твоего личного перформанса на работе, а перформанса команды в целом. Ну, поскольку я ответственен за проект, у меня есть команда, я думаю, что вообще менеджерский скилл, это вот не про то, как там всем задание раздать и все такое, а про то, как все так настроить, чтобы оно работало. Без тебя. И чтобы вот эта амплитуда, да, чтобы эта амплитуда не была, ну, желательно, чтобы и вообще не было, чтобы все было мега ровно. Но так не получается, потому что у всех какие-то биоритмы тоже разные и все такое. Что касается меня, ну, я, во-первых, вычислил, какие у меня часы самые продуктивные. Это какие? Раннее утро. Типа, если удается проснуться часов в 6 утра, и вот в 6 часов до 11. Примерно, да. Вот в 11 чаты ожили, все пришли в почту, начали тебе что-то писать, и я такой уже делал по делу. Магия утра. Магия утра. Да, было. Магия утра, действительно. Если не понимаете, о чем речь, то можете послушать один подкаст, из которого появился этот подкаст. Алдам привет, Алдам привет. Магия утра. Охренеть, сколько лет назад это было? Ну, неважно. Либо это, опять же, время, когда меня уже никто не трогает. Это время на часов с 8-9 вечера до полуночи или даже позже. Ну, короче, важно, чтобы меня никто не трогал. Мне нравится, когда внешних раздражителей поменьше. Вот вопрос реально создания какой-то атмосферы, в которой раздражителей минимум. И тогда становится кайфово. А в середине дня я понимаю, что если я вот часа в 4, в 5 обычно у меня какой-то мега спад, и... Типа время потупить. Ну, я сознательно говорю просто сам себе, во-первых, что, чувак, ты сейчас ничего хорошего не наработаешь, потупи. И туплю час-два вообще без зазрения совести, если нет никаких там созвонов, срочных дел и всего такого. Блин, интересно, да. Кстати, мне резонирует то, что вы оба говорите. Потому что, опять же, я более ярко это чувствую в контур струке своем. Вот. Но вот эта тема, что насколько ты выспался, насколько не выспался, и в какое время дня ты начинаешь играть, если начинаешь играть, то это прям сильно влияет. И всякие штуки, типа там, насколько там сыт ты или нет, нормально ли ты в течение дня, там, как ты двигался, и вообще не закисли ты. Ну, в общем, это все пипец влияет. И про то, чтобы себя как-то, ну, спокойно относиться к состоянию в рамках дня, или даже, ну, это бывает и в рамках недели какие-то штуки, что, типа, я чувствую, например, что понедельник, вторник, я прям бодрый, а среда такая обычно. Типа, ну, это и в работе, и во всем. Короче, прикольно, прикольно, что это есть какие-то техники. В общем, ребятки, если у вас какие-то есть наработки на этот счет, то делитесь в чатике в нашем. Ссылка в описании. Давайте, кстати, поделюсь наработкой. Давай. Подхватил идею у моего коллеги Илюхи Панфилова. Илюха, привет, если вдруг ты слушаешь. Я ввел у себя в команде дни свободы от забот у некоторых людей. Ну, типа, раз в неделю кому-нибудь я пишу в личку и говорю, типа, есть ли у тебя на этой неделе какой-нибудь день, когда у тебя минимум дел? И человек мне говорит условно, да, это среда, например. Я говорю, окей, в среду ты чилишь. Просто потому что мы можем себе это позволить. Мы раскидываем как-то все дела так, чтобы в среду у человека ничего не было. На все письма, которые адресованы ему, отвечая там я или кто-нибудь еще. И главное, чтобы в этот день человек не за***ся. Ну, то есть, чтобы он его не потратил там на поход в Сабес, знаешь, ну, типа, чтобы это не выпило у него кровь. Чтобы он пошел, не знаю, там, наляг спиной, его помассировали бы, он бы расслабился и в течение, не знаю, следующих нескольких, хотел сказать, месяцев, ну, может быть, короче, в течение какого-то следующего периода времени человек был заряжен. Что на работе, я должен сказать? Во-первых, когда это происходит в первый раз, чуваки такие, о, ничего себе, вот так можно было, клево, это какое-то такое мега-выдушевление. А ты рандомайзером это выбираешь или как-то у тебя есть система какая-то? Ну, нет, у меня, во-первых, я люблю таблички, но при этом это все, ну, такое, флекси был очень, потому что день свободы от забот выдается тому, кому он сейчас нужнее. Ну, типа, кто-то, наверное, может получать их чаще, хотя я стараюсь это выравнивать. Но вот месяц я никому ничего не выдавал, потому что был в отпуске две недели, а до этого еще был часть времени удаленно в Армении, поэтому сложно, удаленно сложно наблюдать за состоянием. свободы от забот, кажется. Да. Не, забот был до хера, но, короче, вот такая штука, попробуйте, если вы можете себе это позволить. Блин, звучит клево, кстати. Уважуху. Ну, главное, что это было неожиданно для человека, но для этого нужно в каком-то контакте постоянно находиться и понимать, что вот кажется, он или она сейчас немножко заеб... И им нужен как раз вот такой день. Класс. Это такой плавный переход к четвердневной рабочей неделе, о которой многие постоянно говорят. Но это не получается раз в неделю, конечно. Ну да. Дай бог, если раз в месяц получается. Но здорово, что удается. Короче, классно, что ты им нажришь так, что можно им выделить такое время. Офигенно. О, спасибо. Российские компании, некоторые, запрещают своим сотрудникам релокацию, ну или работу из-за рубежа. Это как посмотрите. В конце августа издание ВАЙС сообщило, что в лаборатории Касперского предложило уволиться сотрудникам, которые хотели уехать в другие страны и работать оттуда. По данным ВАЙС, по словам одного из сотрудников, такой вопрос поднимался на каком-то общем собрании. И Евгений Касперский сказал, что ежели капитан остается на корабле, то и команда должна оставаться на корабле. Это надо говорить капитанским голосом. Независимо от пароли. Непонятно, что там под капотом. Непонятно, какие силы на компанию влияют извне, потому что, возможно, это решение, ну, не какое-то там условно самодурское. Нет, все должны быть под колпаком, все должны быть в одном офисе, никто не должен работать удаленно. Возможно, ну, что-то законодательное не позволяет так делать и так далее. Ну, и лаборатория Касперского дела не ограничивается. Работа из-за границы, например, запрещена в группе Т1, Техносерв. Это уже по данным Forbes, которым представитель этой компании рассказал об этом. Нельзя работать в другой стране и в рамках Сбера. Об этом Forbes рассказали три собеседника из компании и источник близкий к ВК тоже рассказал, что в компании есть сотрудники, которые дистанционно все-таки работают где-то за рубежом, но при этом руководство от этого не в восторге. Короче, хочу поговорить не о конкретных кейсах скорее, а о том, ну, типа, о свободе на работе как-то вот так в целом. Насколько, типа, работа может ограничивать твою свободу или что-то между тем? Да, потому что, ну, это же свобода перемещения в каком-то смысле, в том числе. Если несколько лет пандемии, блядь, несколько лет пандемии, вдумайтесь, чуваки, доказали, что, ну, особой просадки в продуктивности нет, зачастую она, наоборот, вырастает даже на удаленке или на гибридном формате работает, то, если отмести в сторону вот все, что касается юридических вопросов, законодательства и так далее, и так далее, то, будь я руководителем компании, я бы, наверное, позволял работать откуда угодно, если это не влияет на результат. Что думаете? Блин, тут, короче, да, я в целом, у меня такое соображение, что по-хорошему эти штуки должны как будто бы на берегу обсуждаться, ну, в смысле, бывают действительно работы, которые, не знаю, предполагают работу, ну, мало ли с чем, типа, с тайной какой-нибудь коммерческой или еще какой-то. Вот, это как бы разруливается с точки зрения законодательства, наверное, идеями, вот, но есть какие-то штуки, там, условные, там, военные тайны, чем-то такое. Наверное, прикольно, когда на берегу это обсуждается и как бы человек, ну, заранее понимает, куда он идет и дальше соизмеряет свое, ну, как бы, те ограничения, которые на него работа может наложить с тем, как ему хочется. Но, типа, мне кажется, с точки зрения именно удаленки тоже, типа, вопрос такой, ну, типа, спорный. Я знаю команды, которым очень не нравится работать с удаленными сотрудниками, потому что, ну, типа, там, особенно если это касается каких-то вещей, на которые очень влияет личное присутствие людей вместе, когда они придумывают какие-то классные штуки. И вообще собраться вместе и поговорить, это довольно классная история, потому что зумы, они все-таки полностью вот эту часть... Нет магии. Да, то есть, то есть, как бы, вот там, пандемия, когда началась, все пошли, значит, свои метавселенные делать, и в целом это, ну, как бы попытка обкостылить вот этот момент, когда реально люди собираются вместе, у них немножко по-другому энергия между ними ходит. Ну, короче, я тут как бы какую-то центристскую позицию занимаюсь, что как бы в целом ты можешь по-разному свою культуру выстраивать в компании, и можешь, в принципе, менять в какой-то момент, но прикольно, да, про это как-то говорить, но и опять же, могут быть реально юридические проблемы с этим, сейчас вообще никто не понимает, типа, законодательство трещит по швам, потому что, ну, непонятно, что вообще в таких ситуациях делать. Просто занятно, как получается, когда есть обстоятельства непреодолимой силы, пандемия, которая не позволяет появляться в офисе. Все нормально, ну, типа, можно работать удаленно, можно работать из дома, и на самом деле никто не проверит, откуда ты работаешь, из Москвы, или там, условно, из Тульавива, да, а когда это желание снизу, от сотрудника, типа, ребзя, привет, я хочу работать удаленно, потому что, не знаю, я кайфую жить в Тае. И руководство говорит, а, чувак, сорян, не, у нас вся компания работает, ну, типа, из России, или там, из одного города. Не, вот именно в формате, в формате, если у вас удаленка, и кто-то работает с другой стороны, я вообще не понимаю, ну, как бы, единственное, что, наверное, может быть, это уже вопрос к своему сотруднику, насколько он может подстроить свой график, ну, типа, суперразные часовые пояса, например, с точки зрения, в принципе, там, где физический человек находится, ну, как бы, мне-то, как руководителю, без разницы, вот, я больше про то, что возможность нормально собраться в офисе, это, в принципе, понятное желание. С другой стороны, все-таки, ты хоть и сказал про то, что в пандемии все-таки, типа, о, можно работать удаленно, класс, ну, в смысле, что все работает, все нормально, на самом деле, много кто от этого страдал все равно, и я знаю многих людей, которые хотели скорее вернуться в офис, ну, потому что, там, не сумели себе организовать работу нормально, или, ну, реально им нужно какое-то переключение, ну, короче, что очень разные люди, разные ситуации, разные работы, и, на самом деле, мне кажется, что не все так гладко с удаленной работой, но если уже вы работаете удаленно, и человек в другой стране, ну, как бы, какая разница, в какой он стране находится. Плюс есть люди, у которых есть дети, и, если у тебя, если у тебя дома бегают дети, работать бывает сложновато, если ты этот момент не продумал заранее. Мне кажется, здесь, в первую очередь, вопрос связан с требованиями инфобеза, потому что официально многие страны, где тусуется народ, превратились в недружественные, они, ну, и в принципе, многие страны поразумеваются, как недружественные страны, и, когда ты работаешь, вот, вот, кейс начался с Касперского, это действительно может быть проблемой. Ты можешь стать мишенью для каких-то недоброжелателей, потому что они контролируют твой интернет-канал, потому что находишься в другой стране. Но я за то, чтобы HR в компаниях таких, а тут вот реально все компании такие, там, Каспер, Техносер, который живет на госзаказах во многом, как многие крупные интеграторы наши, и Сбер тоже головной, ну, понятное дело, он связан с государством плотно, что в таких компаниях более гибкий был HR подход, и люди, которые не занимаются напрямую госпроектами, все-таки имели какие-то послабления. Вот в Сбере пишут, что в наших юнитах, которые не связаны напрямую с деятельностью, связанной с государством, есть послабления. Если, например, в том же Сбере HR будут подходить гибче, типа там, если ты в Сберзвуке работаешь, то езжай куда хочешь, ты не ответственен ни за какую тайну туси. А для тех людей, которые вынуждены из-за допуска, важным данным, чувствительным для тех людей, которые должны присутствовать в стране или даже в офисе, ну, было бы справедливо им давать какие-то надбавки, какие-то бонусы за то, что их возможности перемещения ограничены. Короче, я все это не то, чтобы к чему-то прям конкретному вел, но кажется, умозаключение у меня вот какое. В 2022 году все со всех сторон, и снизу, и сверху, и с другого боку, должны как будто бы быть гибче. И осознаннее. Что HR-ы, что руководство компании, что сами сотрудники. Ну, типа, если ты работаешь там, ну, хорошо, не с гостайной, но с какими-то действительно чувствительными данными, ну, наверное, это должно давать себе, как взрослый человек, отчет в том, что есть какие-то ограничения, там, и все такое. Об этом можно очень долго разгонять, но к какому-то конкретному выводу, что вот надо так, мы не придем. Кажется, в каждом конкретном случае, даже не в каждой конкретной компании, а в каждом конкретном случае, нужно вот как-то к нему особенно относиться. Да, здесь еще такая подстава, что у нас большинство IT-шки сосредоточено в нескольких крупных компаниях. Мы все их знаем. И по-любому какая-то часть этой компании взаимодействует с какими-то чувствительными данными, и если HR-ы не будут разбираться, а просто махнут шашкой, типа, вот у нас есть проект с гостайной, значит, все должны сидеть дома, или там все не должны выезжать. Если HR-политика не будет достаточно гибкой, это будет плохо, потому что реально большинство сотрудников в таких вот гигантских наших компаниях, они нафиг не завязаны напрямую с какими-то такими данными. Короче, надо быть гибче, надо быть гибче, и даже особенно в компаниях, которые обвиняют себе дофигищу бизнесов. Блин, просто мне еще кажется, что это, конечно, дело руководства компании. Во многом, ну, в смысле, какие-то ты можешь задавать рамки, и человек может их принимать или не принимать. И дальше вопрос, на самом деле, такой, что мне кажется, что рыночка порешает, потому что, условно, мы видим IT-рынок, и сейчас непонятно, я вот как исследователь, ведущий подкаст конфлоэнсайд, и говорящий с разными HR-ами, пока вообще не понимаю, что происходит, потому что, с одной стороны, долгое время был рынок кандидата, и как бы кандидат говорил, а удаленки нет, типа, bye-bye. С другой стороны, сейчас, ну, как бы потихонечку экономика чуть-то проседает уже, все, это как бы начинает быть заметным, и тоже как бы непонятно, становится ли рынок подразделяем обратно, как это было там 15 лет назад. Но все эти штуки и политика конкретной компании, она в итоге приведет к тому, что ты, у тебя либо, ну, найм будет очень затруднен, либо не будет. Опять же, зависит от того, что на рынке происходит, и что твои сотрудники конкретно думают. Но в целом, ты можешь, ну, в рамках закона любые правила выставить в своей компании, и дальше люди там их принимают или не принимают, или в какой-то момент уходят, если для них что-то становится неподходящим. Ну, короче, что в этом смысле хорошо быть гибким, но, типа, это все равно типа штука, которая незаконодательно тебя обязывает быть гибким. Закон о всеобщей гибкости. Блин, чуваки, знаете, последняя мысль, возможно, а может быть не последняя, если у вас будет еще, какая? Как будто бы мы забываем про смешную третью опцию расставания. Ну да. Между сотрудником и компанией. Ну, типа, вот об этом, обо всем все так говорят, что, типа, что это какая-то катастрофа и смерть какая-то. Да. Типа, нельзя, так жить дальше нельзя, ну, можно, только просто увольняешься и, не знаю, либо сам строишь какой-то бизнес, как ты его видишь, да, либо находишь такую компанию, в которой тебе комфортно. Ну, это, конечно, рассуждение, как говорят, белого цискендерного мужчины, вот, из среднего класса, потому что, потому что, конечно, ситуация у всех разная. Мы сейчас, конечно, мы по большей степени говорим про IT-компании, и здесь, да, это, мне кажется, вполне работает, то, что ты сказал. Но бывают ситуации, когда человек, ну, объективно, там, в меру квалификации, в меру своего, не знаю, психологического, эмоционального состояния, но он не может так взять и расстаться, для него это точно может быть, типа, ощущаться как катастрофа. Вот, поэтому тут тоже, как бы, и с одной стороны, как бы работодатель за это до юра не несет ответственности, но по факту, в каком-то смысле, конечно, тоже несет, потому что, ну, бывает по-разному. Вот, я про это. Сейчас появилась новая тенденция в противовес громкому увольнению, громкому уходу. Все больше людей переходят на тихий уход. Что такое тихий уход в терминологии HR? Это, когда ты на работе делаешь самый минимум, и при этом это помогает тебе избегать и выгорания, и увольнения. То есть, вот, сделал какой-то минимум, и все, и нормально, дальше занимаешься своими делами. Эта тенденция сейчас набирает обороты, особенно среди людей 26-34 лет, в то время как по опросам бумеры продолжают фигачить, как не в себя. Молодые люди больше заинтересованы в том, чтобы сохранить какую-то sanity. Мне нравится слово sanity, английское, я не знаю русского аналога подходящего. Ну, то есть, типа, это про то, что культ работы, как сказал жизни, уходит. Он уходит, да. И это... Затаивается, так сказать. Да. Ты работаешь, минимум работы, и все довольны, держишься какого-то приятного баланса. Это движение зародилось в Китае, особенно стало популярным после того, как Джек Ма из Алибабы ввел 12-часовой рабочий день, 12-часовой, с 9-ти до 9-ти, 6 дней в неделю. Многие китайцы поняли, что меритократия это не выход, и больше денег не означает больше счастья. Постепенно это в Верениях постранилось и в другие компании, на это наложились обстоятельства, связанные с пандемией, то, что многие пересмотрели из-за новых обстоятельств жизненные приоритеты, и по опросам число приверженцев такой жизненной модели, оно увеличивается. Ты знаешь, типа есть чуваки, которые исповедуют фаер, значит, переход на пенсию в 35, и есть чуваки, которые такие, мы будем работать меньше, мне очень понравилось, что статья тут есть про китайцев, абзац про то, что китайцы идут еще дальше, и все-таки увольняются, если видят, что найдется работа, где можно делать еще меньше. Очень хороший тезис. Блин, звучит как будто бы, но типа не очень, как будто бы вот человек должен работать с душой, что ли, да, но по факту... Кто это сказал? Да, во-первых, кто это сказал, а по факту, ну, любая работа, если это только не твою детище, хотя и это тоже под вопросом, это же просто работа, ну, типа твоя жизнь как бы состоит на треть из работы, но тем не менее. Ну, если мы говорим про работу, как про способ добычи денег для того, чтобы что? Вот, то есть типа тут же разные есть подходы к тому, что считать работой. Это все какие-то крайности. Ну, да, просто... Майкник, майкник качается туда-сюда, и мне нравится высказывание, тут есть цитата обозревателя из Инкиды, он писал, и так мы стали настолько одержимы работой и культурой суеты, что теперь просто выполнение вашей обычной работы называется уходом, это безумие, конец цитаты. И вот в этих словах тоже есть частичка истины. Ну, да, еще это же какой-то, ну, условный система мер и противовесов, когда приходит Джек Май и говорит 12 часов в деле работай, работай, еще классные результаты, и еще, значит, как все сейчас любят эти, значит, всякие топ-менеджеры цитировать книжку Лилиса Кэрролла «Листры не чудес», что чтобы, значит, стоять на месте нам нужно бежать, а чтобы, типа, двигаться нам нужно бежать два раза быстрее. И вот это вот все, понятно, что это приведет к тому, что чуваки скажут, ну, зачем? Для чего? Да, слушай, во-первых, у меня есть вопросики к Джеку Ма, простите, работать как будто бы надо не с девяти до девяти, а головой. Даже если ты работаешь руками, надо работать головой. сейчас такая лютня заиграть, цитаты великих. Ну, это правда, я с тобой согласен просто. Ну, это же, ну, что значит работать 12 часов? Зачем работать 12 часов, если, ну, то количество работы и тот результат, который мы запланировали, я могу условно сделать за 8 часов. Ну, почему я должен работать 12 часов? Я не понимаю. Ну, типа, для меня это повод в такой ситуации, если бы я работал в Уильбабе, сказал бы, Джек Ма, пока. А еще важный фактор, что сейчас оказывается, ну, по крайней мере, в Штатах самый низкий уровень изработицы за последние десятилетия с второй мировой войны, он составляет 3,5%. То есть, люди смотрят вокруг и понимают, что если что, они работу найдут. Нет тех, кто хочет работать и не может найти ли это возможность. Это позволяет легче относиться к своим обязанностям, потому что, ну, если что, я как-нибудь устроюсь. Блин, знаете, что еще думаю? Думаю, что, ну, уж какую-нибудь работу в самой сложной ситуации любой человек практически может найти. Ну, типа, не бывает ситуации, когда ты не можешь пойти, не знаю, убирать улицы. Но при этом, как будто бы общество тебе говорит, чувак, убирать улицы это непрестижно. Хотя в этом ничего плохого нет. Ну, типа, если тебя будет устраивать физическая работа, которая оплачивается вот столько и не больше, и, ну, это закрывает все твои потребности, да почему нет? Ну да, тут опять же все-таки бывают люди с ограниченными возможностями, например. Ну, поэтому я сказал почти. Да, ну, то есть как бы, да, меня это, честно говоря, бесит, потому что это же культ успешности какой-то вот этой, типа, и культ ассоциирования себя с работой. И только ты как бы, ну, хотя странно, я вот подкаст свой делаю про людей, и я в начале каждого выпуска спрашиваю, кто ты такой, у человека? И почти все сейчас, причем это как будто поменялось, почти все начали не начинать с того, что я занимаюсь вот этим, вот этим, вот этим, и работаю там-то, 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 и над этим, над этим, над этим, а как-то там. Типа я человек, и это очень сложно дается, эта мысль на самом деле, и мне она сложно дается. Блин, мы как-то с Аней Линской года два назад где-то под моим постом как раз общались про это. Типа вот меня два года назад сильно удивило, что люди себя определяют обычно через работу, и, по-моему, мы с ней два года назад забились, что я к ней через неделю приду и расскажу, как я себя определяю, если не через работу. И я так и не вернулся. Так а как расскажи, определяешь себя? А я не знаю, но типа мы можем попробовать в прямом эфире. Это сложный вопрос. В этом и дело. Это очень сложный вопрос. Давайте попробуем, кстати, реально. У тебя есть ответ, например? У меня? Про себя, да. Ой, он такой сложный, сложно сочиненный. Вот. Ну, как бы... Ну, давай, чего нет. Короче, я, с одной стороны, много думаю о том, что типа через свою деятельность себя определять плохо, но конечно, я себя через нее в том числе довольно сильно определяю. Ну, то есть, как будто бы это в какой-то момент стало немножечко стыдно в тех кругах, в которых я общаюсь. И стал, наоборот, значит, маятник пошатнулся в сторону культа самоценности как человека. Но, с другой стороны, конечно, типа моя деятельность, которую я делаю, она про меня что-то говорит и что-то про меня означает. С другой стороны, наверное, главная моя задача, которую я там чувствую перед собой, ну, быть просто каким-то, ну, условно, счастливым человеком. Вот. Это тоже можно войти в какие-то супер штопоры, значит, философствования. Но вот я тут сейчас месяц провел в Израиле, и тут интересная есть тема про то, как устроен илгоизм, что, в общем, там действительно задача быть здоровым и счастливым. Как бы у тебя такая пустоват в этом есть. Я вот как бы чуть-чуть в эту сторону начинаю двигаться. Мне кажется, что это прям важная какая-то штука, ну, условно, отъебать от себя. Хотя я с равно себя через работу, конечно, ассоциирую. Ну, то есть, типа, мне непонятно, я не понимаю, ответил я на этот вопрос или нет. Короче, это очень сложно сочиненная мысль в целом, типа, когда я про это думаю. Четкого ответа, типа, я это, его нет, как будто бы. А ты, Колин? Хотел немножко задвинуть за культурологию, что сейчас вообще вопрос, кто я, еще сложнее стал для ответа, чем много-много лет назад, потому что у нас появились возможности применять на себя разные роли. Каждый новый день там. Сегодня я байкер, завтра я там фанат йоги, послезавтра я ударился в районную политику и стал депутатом. Слезавтра я ударился меденчиком об стол. Ну да, у нас есть инструмент для того, чтобы применять на себя разные роли каждый день. И когда мы задаем себе вопрос, или нас спрашивают, а кто ты, то, естественно, ты теряешься. Потому что наши, наши, да, наши в 20 веке, сейчас я закончу, наши там деды-прадеды, они выбирали себе карьеру, там, я слесарь, да, раз на всю жизнь, я военный. И все остальное, ну, было уже поверхностно. А мы вот метаемся. И то, что мы не можем смотреть на этот вопрос себе, даже с точки зрения профессиональной, потому что, да, многие там постоянно учатся и меняют свои какие-то работы, свои профессиональные обязанности. Вот то, что не можем ответить даже с этой точки зрения, говоря уже о том, что охватить себя в целом, это нормально. Не надо этого переживать. Вот я сейчас тоже начал думать, что бы я ответил, кроме того, что я там редактор, работаю с языком, с текстами. Мир усложняется в этом смысле. И еще, опять же, вот мы начали как раз с того, что есть маятник, который, ну, система сдержек пятиловесов, где, значит, начальник самодур говорит, давай два часов в сутки работаешь, и с днем в неделю. А с другой стороны, как бы человек, ну, такой, ну, буду хуй задевать на работу, потому что, ну, а какого хрена? И с этой точки зрения, маятник как будто бы сейчас начинает качаться. Вот то, что ты сказал, наши деды выбирали. Это же как бы про то, что капитализм показал всем, что нужно забить на горизонтальный рост и, значит, развиваться как управление. Это как бы единственно возможный путь достижения каких-то, ну, условно, статуса и, не знаю, богатства. Хотя, ну, мы пришли в момент, когда горизонтально работающих людей очень мало. И ты как бы каждого сантехника, каждого, не знаю, специалиста по замкам в дверях, ты его собираешь заботливо в записную книжечку, потому что как бы их мало. Вот. И это то, к чему привел культ вот этого, этой успешности сраной. Блин, а я вот пока вас слушал, взял себе тайм-аут, чтобы что-нибудь сформулировать, и ни ху**еньки так и не сформулировал. Поэтому, Аня, прости, прошло больше, чем неделя. Через неделю еще поговорить. Да хер его знает. Ну, то есть, примерить на себя вот непременно какую-то роль. Знаете, что подумал? Вот, что точно могу ответить? Что я могу сказать про себя какие-то вещи, которые не обязательно будут верны через неделю, через месяц, через год. И это будет совершенно нормально. Почему-то подсознательно у нас сидит вот это вот желание ответить на этот вопрос, типа, окончательно. Нет, ничего окончательного, во-первых, никогда, наверное, не было. А сейчас уж тем более, ну, как будто все это поняли. Поэтому, Колян, с тобой согласен, что куча ролей разнообразных, ну, там, я не знаю, типа, быть классным мужем, классным котовладельцем, котобротом, и все такое. Прикольно готовить, не знаю, показывать пример чего-нибудь, ну, типа, как можно прикольно жить. Кто ты сегодня? Как будто бы так. Ох, я сегодня человек, который кайфует от последнего дня отпуска. Вот я прям, я сегодня такой. Вот это правильно. Есть замечательный проект, который я люблю всем сердцем, называется Disgarten Man, я о нем уже говорил не раз, вы, наверное, о нем слышали. Это поставщик лютой топовой трэш-годноты и, в принципе, хорошего контента. И там вышел материал о том, как реанимировали людей в 18 веке. Реанимационная бригада как работала. Материал основан на воспоминаниях о смерти, спойлерю, да, будет смерть, 11-го графа Кента, графства Кент, Энтони Грея, 57 лет от роду. В общем, история начиналась так, что собралась тусовка в графстве Кент, как раз всех принимал граф Энтони Грей, к нему приехали на целебные воды различные его друзья. Среди них были доктора. И был прекрасный тепло-августовский день. Граф играл с друзьями в Боулс. Что такое Боулс, я не знаю. Ну, какая-то вот местная игра. Что-то с шарами. Да, требующая активного участия, видимо. И вдруг граф замертво упал на траву. Граф падает и начинается кипиш. К нему вот бегает доктор Гудл, который был вроде бы как единственным доктором в компании. Он понимает, что нет дыхания, нет пульса, что пациент, скорее всего, мёртв. И, по идее, этого должно быть достаточно, чтобы просто отнести его куда-нибудь в сторону, положить и забыть о нём, и выпить, соответственно, за упокой. Но нет, нет, он всё-таки доктор, и он знает приёмы реанимации. И как раз благодаря... В 18 веке. В 18 веке. Благодаря этому, да, первые подобные практики в подтверждённом медицинском исследовании появились только 250 лет спустя, то есть где-то вот в середине 20 века или, может, даже чуть... Ну, или чуть пораньше только появились какие-то обоснованные методы, а тогда все делали кто во что гораст. Итак, что включала реанимация многоглажаемого Энтони Грея? Для начала ему пустили кровь на обеих руках. Кровопускание, ну, сами знаете, это, наверное, классический такой метод, который был ещё известен задолго до этого. Чтобы обновить эскуляцию крови, надо эту кровь вылить. Причём многие советовали выливать не там 300-400 миллилитров, а прямо чуть ли не вёдрами выливать кровь, потому что, ну, крови человека дофига, собственно, куда её девать? Пусть прольётся со всей дряни, вылится. Вообще-то поминает, как это, как тебя спрашивают, типа, компьютер сломался, что делать? Ты говоришь, в общем, кровопускание было популярной практикой и в то время даже прикрывали кровопускание не только из руки и ноги, но также из глаз, языка и пениса. И этому посвящали научные труды. Медсхирург Лоренц Хейстер опубликовал такой труд в 1818 году. Короче, кровопускание не помогло многожервного графа, и они решили пойти дальше. Андреяна с кровопусканием ему засунули самый крепкий нюхательный табак. Самый крепкий табак засунули в нос и нашатырь залили прямо в горло нашатырный... Чувак, простите, перевью. А, нет, нашатырь в нос засунули, да, нашатырь. Я вспомнил, как в 8-9 классе почему-то было какое-то поветрие, сука, все носились с баночками нюхательного табака и постоянно на переменах его занюхали. Какого чёрта это было вообще? Что это? Почему, как? Ты говоришь с одним из приверженцев нюхательного табака в школьные годы. Снюс. Супер бабуся против снюса. Я нюхал табак, это было забавно. Да, да, да. Я больше прикалываюсь. Ваня, ты не нюхал? Ты не нюхал? Да, конечно, тоже нюхал. То есть это была странная какая-то странная приверенность. Откуда она и как возникла, непонятно. Ну, не было ещё этих ашкуде. Мы развлекались как могли, и не было ашкуде. Ну, так вот, пропускание не помогло, но, видимо, какая-то кровь чувака осталась, ему пытались помочь другими методами, заснули нюх, стыльный табак и нашатырь в нос и влили в горло сто миллилитров сурьмянова или сурьмянова, как правильно интересно, вина. А, слово сурьма. Да. Сурьмянова. Да, нашатырь превратился из верблюжьей мочи в то время, его делали в Египте, а вино содержало сурьму, токсичный металл, который явно не стоило заливать внутрь, да, потому что после этого у человека обычно возникала рвота, его так и применяли как рвотное средство, но, видимо, ребята решили, что вот сейчас он проблюётся, очнётся, проблюётся, и всё будет хорошо. Раз мы выпустили ему часть крови, то, наверное, и он не ожил, наверное, проблема в том, что что-то у него нехорошо с ЖКТ. Не хватает в родине тюрьмы немножечко. Да, немножечко с тюрьмы. Потом присоединились новые врачи со своими методами, графа переместили в спальню и поставили ему банки. Вам ставили банки? Как вы относитесь к банкам? Бог миловал, кстати. Мне тоже не знаю. Ну, либо в самом каком-то отдалённом детстве. Но визуально прикольно. Но я видел, я точно видел. Визуально вообще топ. Ребята, банки, это восхитительно. Меня воспитывала бабушка. Она, соответственно, владела горчичниками, банками и всеми этими тыхательными процедурами над кастрюлей с картохой. И из всего этого самое клёвое было банки. Они вызывали приятные ощущения. Оттягивали кожу. Оттягивали. Те становилось так. Хотелось тебе почесаться всё время. Потом тебе их снимали, и это был, блин, такой кайф. Как люди до 2007 года подвешивались. Я в детстве всегда топил, чтобы мне ставили банки вместо горчичников, но поскольку искусством ставить банки владели не все в семье, чаще всего я просто страдал с горчицей на груди. Это было отвратительно. Фу, горчичники. Ну, так и что там? Ну, так вот граф. Графу не помогло вот это вот всё, что ему внутрь напихали. Ему поставили банки, и ещё параллельно пустили кровь через надрезы на кожи небольшие. Надо было ещё выпустить кровь. Ещё не всё вышло. Я начинаю переживать. Затем начался, начался, начался ещё больший трэш. А он умер, да, в итоге? Ну, в смысле, вообще, в целом, как и все люди. Ну, конечно, встал и пошёл. Встал и пошёл, да. Дальше начался ещё больший трэш. Его графа обрили, и его прижгли. Его прижгли. Что-то. Ему прижгли сковородкой, чтобы образовать волдыри на коже, потому что считалось, что вот как раз химический ожог, какой-то такой, когда возникают волдыри, вот в этих волдырях собирается вся гадость организма. Блин, если бы я подключился только что, я бы подумал, что ты рассказываешь про пытки в 90-е. Плюс ему влили несколько ложек сиропа крушины. Это тоже ослабительное средство. Ну, если сурьмяное вино не выгнало из него все нечистоты, то вот крушина точно поможет. Блин, бедный человек. Да. А когда мы доберёмся до дыма в жопу? Скоро, 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 скоро. И, наконец-то, финальным аккордом в этом всём стало прокуривание графа дымом табачным через анальное отверстие. Ему пускали дым в анус. Это была стандартная практика реанимации в то время. И, конечно, считалось лучше, что клизма помогает со стоимость табака куда эффективней, но как бы клизма со стоимость табака было сложно сделать. Да, поэтому применяли именно пускание дыма через анальное отверстие. Для этого даже были специальные устройства, специальные там станки, которые стояли в даже немецких утверждениях, чтобы можно было экстренно взять и чуваку пустить дым в анал. Эта штука стояла в парикмахерской, в кофейнях. Представьте, заходите в кофейню, а там чуваку пускают дым в жопу. Зал для курящих, так сказать. Зал для курящих. Ох, да. После этого граф, на удивление, не встал, не ожил, и в качестве последнего средства его решили разогреть. Для этого, конечно же, не применяли никаких ванн, а просто там вывалили ему на живот кишки только что зарезанной овцы. Да, горчичники 18 века выглядели именно так. И на этом все кончилось. Чувака могли отнести еще в навозную кучу, так тоже согревали людей, но, видимо, он был граф, и его поснялись туда нести. Товарищ на этом скончался. 57 лет от роду Энтони Грей, вечная память. Блин, мне кажется, мне кажется, что Энтони Грей скончался сильно загодя. Вот до кишок, до дыма и до всего. Они просто... Просто пранк. Ну, типа того. Пранк для анимации. Блин, кстати, знаете что? Вспомнил, что когда-то у нас было несколько сезонов подкаста ОЧБ, это означало, и означает до сих пор, а хуйка что бывает, в котором мы с пацанами рассказывали удивительные истории. И вот, кажется, про дымные клизмы там тоже было. Я вот сейчас бегло погуглил, это 41 выпуск, если хотите послушать, как три взрослых мужика смеются как гиены, вам туда. Было очень смешной выпуск. Ох, блин, конечно, да. Медицина была. Хорошо жить в 21 веке, да. Ну, слушайте, у нас же даже есть уже удаленная медицина, ты можешь связаться, и тебе удаленно скажут, знаете что, у вас есть клизма? А табачок? Табачок. Табачок есть? Блин, на самом деле, я часто думаю о том, что, ну, спустя, там, не знаю, тысячу лет наши удовольствия медицины будут так же воспринимать, или всё-таки мы продвинулись. Это интересный вопрос. Ну, как будто бы появились научные принципы доказательной медицины. Ну, да. Раньше многие брали просто авторитетом и, наверное, формулировкой «а что если?». Ну, да. А с другой стороны... Наверное, это устроено так. С другой стороны, я думаю о том, что, возможно... Ну, ладно, на самом деле, это мысль глупая, потому что так это не работает, но, тем не менее, представьте, что через тысячу лет люди начнут делать выводы о том, как лечили в наше время по видео доктора Попова и огурцу. Ну, то есть, типа, просто та информация, которая что-то, можно сказать, о уровне медицины дошла вот в этом виде. Вот, может быть, это тоже какие-то, ну, типа, экстремумы, такие адские, которые дошли до нашего времени и мы про это так знаем. Ну, да. Нет, на самом деле, есть же... Откуда он был, этот лекарь? Авиценна. Авиценна его звали, да? Из еще античных времен чувак, по-моему. Да, и, ну, его труды довольно-таки норм. Во многом, насколько я знаю, он был прав, и многие ориентировались на него там в средние века, и эти идеи получили продолжение. То есть, типа, он не был, наверное, стопроцентно прав во всем, но он уловил какие-то важные принципы, которые потом развивались. Это все... А, еще же этот... Блин, нет, я вру. Хотел еще называть какое-то умное имя, но... Ну, да, и чтобы два раза не вставать, давайте сразу скажем, что это все-таки была не античность, а в Средневековье. В Средневековье, да, сорян. А античность была... В античности был Гиппократ, да? Это же в честь него дают клятву Гиппократа, нет? Я путаюсь. Но он был целителем. Гиппократ, древнегреческий целитель, врач и философ пошел в историю как отец медицины. Угу, да. Вот, был полемей. Короче, мне кажется, это именно трэшов звучит с точки зрения использования в качестве экстренных средств. Но просто были ли люди в то время, которые считали, что это трэш или нет? Я думаю, что были. Да, конечно, были. Хотя, ну, я не знаю, в то время как будто бы, ну, судя по тем источникам, к которым я когда-либо в своей жизни обращался, люди относились, а, к своему телу немножко иначе, и, б, ну, к авторитету аристократии в том числе, а, ну, вряд ли, словно и врачи того времени были из каких-то низших слоев. Поэтому, ну, многое строилось, мне кажется, на авторитете просто. Это сейчас мы можем залезть в интернетик и проверить. Врачи, врачи это не... Толереть, в какую сторону курить табак. С какой стороны закуривать туловище. Ребята, мы катимся в ватна. Давайте заканчивать. Это безудиво. Да, мне кажется, на этой замечательной ноте мы должны перейти к нашей регулярной рубрике имени Адельма Баракшина, в которой он прославляет всех наших патронов с разных сервисов с Патреона и с Бусти. Хотите засечь, а я могу зачитать. Давай, в прошлый раз я решил, что надо перевернуть игру и читал как можно медленнее. Можешь выбрать, кто ты. Слушай, не, я попробую быстро, но так быстро, как у Аделя у меня не получится. У него там обычно в районе 14 секунд. Потому что Адель, если вдруг он захочет поменять профессию, он сможет на аукционах ковбойских продавать всякие предметы. Поехали. Селермун, Боровский, Богдан, Фердос Муродов, Александр Лян, Константин Ульянов, Куджи Бики, Выспер, Юрий Гагарин, Фредисон, Елен, Карина Дудка, Альпака, не Альпака, Артем Шевченко, Артур Балицкий, Грачек, Дэн, длинное имя, которое не помещается в табличку, Дмитрий Логвинов, Евгений Давыдов, Красноярск, главный, Максим Сафонов, Пермяк Соленые Уши, Раньше я был другой АК, Савва Лапостолов, тот, кто покинул Омск, теперь в СПБ довольно живу. Сколько секунд было? Ой, а я не засек. Ой, прости, пожалуйста. Сами засеките, короче, ребзя. С прошлого выпуска мы вспомнили про славную традицию задавать нам вопросы. У нас для этого даже есть специальная форма, куда можно написать любой вопрос, и на который мы с большой долей вероятности ответим в следующих выпусках. Ссылка в описании. Да. Ставьте лайки, оценки, крестики, нолики, звездочки, рассказывайте про подкаст друзьям. Спасибо, что были с нами. Всем чмоки. Пока-пока. Пока. Пока, ребят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Продолжение следует...